Рожая ребенка, вы вынуждены о нем заботиться, и эта забота охватывает все ваше существование. Вся ваша жизнь сконцентрирована вокруг нового существа, и этот труд, который занимает большую часть женской жизни, является как бы слепым. Он хорошо сделан, он определяется как хороший, только в том случае, если его незаметно. Вопрос, сколько времени в таком случае остается у женщины, чтобы заниматься саморазвитием? Бытие женщины оскорбительно честному человеку. Вся россыпь нечитаемых меток по каждой секунде жизни. Возмутительна ее вся охватность и жадность к противоречиям. Гибкость, с которой она подходит к вещам, будь это своды писания или пыльное зеркало. Как она носит тело, словно собственноручно сшитое платье. А уж ее наслаждение им и вовсе не выдерживает критики. Что и говорить. Проще верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем женщине с ее формами во врата Царства Небесного. Ведь известно, что живое греховно, как и взгляд брошенный на живое. Честный человек уподобляется мертвому. Сделав невзрачность первопрестольным апостолам, честный человек обязуется принадлежать другому честному человеку, прочий мир почитая за пределами благонравия. Честный человек, в отличие от женщины, способен по щелчку пальцев зажигать и гасить в себе Бога в строго отведенное для него время, тем самым обогнав его в святости. Мальчиков воспитывают потреблять бездумно женское внимание и женский труд и не оценивать его должным образом. То есть пока существуют мужчины, которые готовы воспринимать женщину просто как предмет мебели, например, или как домашнюю обслугу, или как игрушку, то будет масса женщин, которые ради того, чтобы хоть как-то закрепиться, устроиться и вообще обрести хоть какую-то роль в обществе, будут исполнять именно эту роль и подстраиваться под ожидания. Тело мое не террорист в многолюдном метро, Тело не булыжник в разгар погрома, ни флаг и ни пес и щейка, ни весы правосудия, в лучшем случае и партизан тысячеглазого леса, безголосый и безоружный. Тело мое равнодушно, как дикая птица, безобидно, как деревянный клинок, сексуально, как статуя, и никогда не станет угрозой. Тело мое ближе к числу, чем ко слову, ни аргумент в перепалке во имя свободы, ни форца, ни победный трофей. Апофатичное тело, мой костюм-невидимка для сцены страницы, даже мне непостижимый и чуждый. Лишь у богов и животных не встретят сопротивления. Женщина, которая сама добивается руководящей должности, это вызывает вау-эффект, потому что до сих пор существует стереотип, что мальчику надо семью кормить, ему надо больше. А девочка обойдется, потому что, ну что, ребенка у нее нет. А если есть ребенок, то вероятнее всего на работу ее будут брать неохотно, потому что она будет меньше уделять внимание этой работе. А если ребенка еще нет, то могут на работу не взять, потому что работодателю неохота выплачивать декрет. Панна Когита тихо приходит в себя. Свет еще горит, хотя источник света исчез, лапами вырывая из забвения безделушки иллюзий наспех разбросанные дни, что-то еще на значение чего под вопросом. Чьи это узкие туфли, пригодные лишь для полета? Дерево в катке, корнями растущее вверх, битое зеркало, лестница в темный подвал, скапывающий водой. Свет еще горит, как нерастраченный кислород. Становясь на шаткую башню из книг, попирая босой ногой мятое лицо Гегеля с верхней обложки, Панна Когита посыпает голову пудрой, чиркает спичка, возникает огонь, и свет гаснет. Борьба за право женщины быть собой, быть такой, какой она хочет быть, неотъемлема от отстаивания прав любой личности, независимо от того, как она себя определяет. И это определение должно быть основано не только на первичных половых признаках, а прежде всего это должно быть самоощущение. Если бы мне помолиться запросто, только прицелясь в Бога как следует, словом стрелой в руке к небу воздетой. Если бы мне помолиться запросто, словно из лука стрелять, знать, что мишень жаждет на радость охотнику жертвенной кровью истечь. Жалею добычу, пуще всякого, ради кого иду на охоту. Боже, броди по долинам спокойно, пусть мой колчан. Из-за перенасыщения пространства информации стало трудно найти что-то, что способно зацепить и удивить людей, как-то всколыхнуть мир, то я думаю, что такой вещью является чистота и свобода эту чистоту как-то выражать и оберегать. Мы больше всего боимся наивности и мы боимся показаться слишком хрупкими. Говорить о приятном, говорить о хорошем без каких-то полутонов, без иронии, без насмешки над этим. И не пытаясь найти в этом какое-то темное пятно. Потому что у нас очень часто мы так заточены, мы научены тому, чтобы в любой вещи находить отрицательное. И я вижу задачу в том, чтобы очистить каждое слово от каких-то лишних, ложных значений. Да, вот, важное слово — очевидность. Как-то она немного сейчас в тени находится. Я выходила из черной воды сентябрьской ночи, и в ладони лежал гранатовый плод. Теперь я иду из толпы и шума, из болтовни обо мне, тебе ненавистной. Ты знал меня у начала вещей пустотой без языка. Проглоти звуки моего имени, подобно гранатовым зернам. Когда ветер порывом сметет с меня все слова, среди той тишины ты встретишь меня прежней. Мои чувства никак не определяют действительность, какой я ее вижу с учетом других людей, которые тоже имеют свой способ восприятия. То есть, если мне кажется, что я видела ангела, ну, условно говоря, это не делает сразу обязательным существование ангелов в физическом мире как таковых. И это не означает, что другой человек, для другого человека они будут существовать в той же степени, что и для меня. Мы замкнуты сами в себе, в своем мышлении, и мы не можем быть уверены, что мы воспринимаем один и тот же объект одинаковым образом. И вот это проблема. И что с ней делать, я не знаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА